доброе утро какого-то следующего дня уже вот мои родители съездили с утра на рынок среда рыночный день вот купили этих персиков но их не ем они какие-то деревянные то есть вот после того как не будут но если только полежать да не вот атака те персики которые мы там покупали в геленджике когда ты вот эти тащи небо и земля помидоры я говорю у меня там в городе с помидорами нет проблем чем у вас здесь деревня там реально ну своя деревня мамка стоит они 160 рублей вроде бы помидорами пахнут но все равно это не такие я тогда позже про помню в прошлый раз мамку сняла она так как здесь жара мы все ходим голые в смысле голые голые но не голые мне пришлось тогда потом монтировать я помню отрезать кусок уже выложила все пришлось перезаливать видео чтобы никто в кадр не попал колбасы они какой-то купили домом ну это оригинально я покупаю жидко как жидко какая ну так просто теплая так она хорошая да это мама купила тут халвы двух разных видов он семечками я смотрю халва азовская хотела похвалы тебе купить не надо что-то подумал будешь так уж что еще взяли а этот я поставила с утра встала творожники намешиваю это я смешиваю всегда манку с творогом и вот что-то пока манка разбухнет напитается жидкостью от творога и потом будут творожники делать честно что-то вообще никаких силеныш у меня нет я когда приезжаю сюда к ним в деревне у меня прям силы покидают но потому что я там как бы одна у меня мобилизую ресурсы делаю 350 дел одновременно и ну короче там я вот такая вот ну как в боевой готовности а сюда приезжаю и прям все и вот прям силы меня покидают и вот я прям стала сегодня и не чувствую прям в теле энергии никакой нету вот такой внизу нибудь целый день вообще отлеживаться лежать и капитошкин дома так он дома его не бывает так как я приехала он дом тусуется грязный посмотрите какой он грязный просто морда у него такая грязная папа говорит у нас сантехник не сантехником а слесарем заделался под машинами лазит там чё-то там же прохладно обдувает со всех сторон под низом машины вот он там лежит под этой машиной под матизом под моим ремонтирует ее и вот влазит и у него вся вот такая вот морда морда грязная домашка жарко так скажи жарко так девочки я вам рассказывала не не рассказывал я забыла всю сумку с косметика которую я взяла но не с косметикой там кремы были там были у меня шампунь для солнцезащитные средства вот много всего я все это забыла какие-то бальзамы для волос красиво как мне нравится вот этот вот не взяла бальзамы для волос нравится очень как как костя не сделал цвет прям вообще шикарный но так вот я все позабывал то есть сумку которую я там положила со всякими мувашками кремами и очень хорошо что у меня у родителей но я какие-то остатки средства не оставались тоже самые крем для умывания всякие штучки я маме привозила и благо у меня здесь есть и крем баночка там то есть грех жаловаться все чуть ли не в двойном в тройном экземпляре у меня по разным квартирам скажем так по разным домам вот но самое главное капу ночную забыла но я и тут приспосабливаюсь как могу а сейчас я иду за сметаной 300 рублей пол литра сметаны на улице просто адовая жара девчонки наверное 35 градусов мама горит шапку какой-то день ночи ничего не нашла и очки кстати тоже не взяла нехорошо заломы будут лишние морщинки образовываться вот так что вот так вот мы прям дома все сидим страдаем от этой жары ничего не хотим не хочем делать но я так очень по работе делаю работа выкладываю видео ну без особого энтузиазма посмотрите на как пожухла просто сгорела горела трава косить ничего не надо она сама по себе вот все сгорело тут у нас автопарк через нас здесь больше я вот раз показываю этом рассказываю природу природу не горит и какая здесь природа здесь степи здесь мы ближе к казахстану и соответственно у нас такая более степная зона засушливая к кузнечке вот я скучала вот по такой тишине мне не нужны люди большое скопление людей я прям страдаю от муравейников от многоэтажных домов не знаете как то этой надо жить у леса на опушке как раньше ведающие матери жили в полной тотальной тишине и уединения видите на весь этот у нас тут по одному это один этот по-моему два раньше было нет мусорка приезжают мусор сюда прям на машинах забирают в этом плане конечно лучше стало потому что раньше мусор выносили раньше мусорка приезжала прям мусорка у нас были дни в квартале и мы раньше этот мусор прям в дни приезда мусорки выносили часы были прям за нами закрепленная была обязанность ромка и илья вот здесь какая пожухшая трава просто сена корочка от сижены и обижает и обвязает и вот она одна здесь у нас живет пап ты че закрылся привычка фу жесть называется скатерть постелила для завтрак ну ладно рабочий класс если рабочий класс не умеет они отдыхать аккуратно папа вот несешься тут у нас две пятерочки представляете открытие в эту пятницу открыть и в пяти минутах ходьбы как в пяти минутах в двух шагах друг от друга две пятерочки да какая раз и две два магазина рядом будут мамы закрыта здесь аптека открыт а значит будет закрыт значит восьми ноль за кормом завтра сгоняем едем еще с папки ком заехали ликантин мне здесь закончился раствор для линз поездили обычно ликантин беру обычный магазинах сейчас я даже не знала что цены такие на раствор для линз вообще там по восемьсот рублей по семьсот в то время когда ликантин стоит 200 рублей состава идентичные вот сейчас мы к Томи заедем там мне заказ надо для родственников отдать ой картофель арбуз да и не продают пап у нас это матис как будто это реактивный самолет это реактивный двигатель стоит на мальтезе такая шума я говорю во первых на моей машине на новой не чувствуется скорость здесь же такое ощущение что отец гонит я не знаю 120 на мальтезе судя по звуку а на самом деле едет положенное и шум как будто бывает летим на самолете дорогу везде тут сделали видите съезды съезды да бешеная табуретка батя на ней любит гонять да батя когда телефон привезла я шучу говорю это телефон мой стоит как матис мой до сих пор кстати моя машина любимая я с таким удовольствием села тогда когда стригла села на ней и погоняла есть в ней какой-то это драйвай да здесь видите новый пункт валперис открылся рядышком прямо с домом даже можно пешком ходить здесь раньше за этот завод господи магазин был моей подруги не мои подруги отца ну подруги вот как они за коллективом таким небольшим общались с девчонками с кем-то более близко с кем-то нет ремонтирует а где он у нее села села здесь что ли или она как-то катила потом просто сел аккумулятор наверное наверное да это не точно точно сто процентов но я боюсь вот на такой технике ездить потому что для меня это два колеса и это страшно вот представьте такая махина упадет тебе на ногу да пап страшно ездить пап страшно плюс минус даже тебе страшно нет знаешь есть такие эти скутеры у которых толстые колеса вот они как-то более устойчивые мне кажется да папа или нет не знаю я двухколесные вообще я не велосипеды как-то не очень особо люблю велосипед еще хоть как-то с ним можно справиться а вот эта штука для меня опасная вот на трехколесном я бы покаталась скутере если был бы с большим удовольствием ну вот 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 Продолжение следует...